добрый день дорогие подписчики очень давно я ничего не снимала честно говоря никогда потому что работаю на рабочих участках скоро все видео которые снимала буду выставлять вот я хотела вам показать свой штамп зацвел сегодня нас 24 мая это был посажен double delight это как штамп который у меня есть около дома за которым мы все следили вот посмотрите первый бутон моем саду вот второй бутончик вот это к вопросу о том что double delight ли у меня растет около дома конечно он и вот подтверждение тому второй штамп которая сначала он был белая полностью серединка вот когда сейчас распустится около дома double delight двойное удовольствие мы с вами сравним ну вот так выглядит штамп не стала я убирать бутончики точнее было побольше я убрала части 2 вот оставила для того чтобы сравнить и делиться с вами такие же листья также он нарастает сейчас еще покажу как у меня после зимовки когда мы в короб укрывали как он развивается потому что немножечко подпрел вот вот борюсь с травой но сейчас трава очень обильно растет вот сейчас нужно дождаться к конец мая и она уже будет более медленно расти я буду дальше с ней бороться вот мои розочки это вот все осенью посажены были розочки как они выглядят покажу своего монстра это вот еще один штамп одна часть его развивается вторая вот нет ну обрезать я пока ничего не буду вот еще проблема сейчас прям буквально недавно появилась это пожелтение листочков значит это связано тут роза на вообще болявая у меня плетистая и страдает пятнистостью ну я уже сейчас обрабатывала и фальконом и на транквилити и рядом других препаратов вот здесь же также вот на моем монстре которым кучу бутонов тоже есть но уже входит на нет и это вот на трех или на четырех кустиках выглядит там сейчас покажу вам вот эту грядку где мы сажали бордюром а маша барбара значит в итоге то есть кустиков три-четыре наверно я потеряла не знаю чем это связано все они одинаковые были но вот самый такой куст на котором уже есть даже бутоны остальные такие менее вот еще второй есть может быть отойдут но вообще это место заколдовано я уже говорила эти вот розочки все они хорошо развивается это плетистая которая тоже бывает она тоже вот видите у нее листочки такие вот который я обрываю и обрабатываю уже ряд профилактических яд болезней и изобиончиком я обрабатывала как бы все чувствуют себя хорошо особенно очень нравится как убирают массу этого троточка здесь конечно очень много чего могла бы рассказать я так думаю что вот сейчас я освобожусь и сниму и еще вот такой вот если чуть салатовые листья такие желтые с прожил очками вот это как раз я брексилом обработала и они прям на глазах буквально за пару дней стали вот такие вот зелененькие это у нас санта на тоже очень много бутончиков вот так вот она наросла потому что еще подкормку я делала 20-20-20 плантофолом неоднократно и делала также вот розочка вновь посажены ты которая митсаммер так вот развивается ли фарит леонардо да винчи тоже хорошо вот это вот саммерсон который настоящий саммерсон я тоже снимала видео бутончики очень много это также это чип-н-дэйл кстати штамп вообще чип-н-дэйл это вот один путь у меня сейчас покажу еще один это вот второй год то есть в прошлой весной осенью был посажен и посмотрите как вот он нарос посмотрите сколько бутонов я думаю что они уже будут распускаться вот это тоже чип-н-дэйл я вот это горизонтали лопобеги поэтому вот смотрите как это действует очень обширно так скажем и здесь тоже и вот он штамп он просто так классно нарос посмотрите сколько бутонов сейчас я поближе поднесу то есть вот не смотря на то что очень многим розам всего второй год видели сколько бутончиков классно ирисы у меня такие простые тоже их очень-очень-очень много все не распускаются они дают такие яркие красочки вот это у нас роза которая никак не хотела расти в моем саду но теперь вот здесь даже первые бутоны это у нас пьер дрансар мощный такой кустик даже грибы растут тут тоже хорошо это осенью были посажены это принцесса александра уфкенская это боника тоже вот как хорошо она наросла эти розочки они гибридные это розочка у нас как она у нас называется к сожалению туда не залезу вот тоже видите пятнышки уже сейчас подходит под велюр тоже очень весь в бутонах и вот это вот парковая роза томас то есть это не грехом томас в прошлом году я показываю несколько бутонов которые он давал и сейчас трава растет прежде всего потому что дома у меня не бывает вот уже смотрите скоро раскроются бутончики ну собственно говоря а вот еще наверху все посаженные розочки и дабы была это я хотела показать мне тоже была проблема две причины я так подозреваю это хлороз и нехватка азота потому что она пострадала здесь вот розочки все которые были осенью посажены смотрите как они хорошо нарастают вот уже бутончики есть я уже коплю видео буду выставлять и чем я обрабатывала и что я делала потому что вот новая розочка это крем прогресс уже она пошла эти хосты любимая значит и так вот у меня княжек здесь распустился два сорта я посадила покажу это вот этот княжек и клематисы вот такой сейчас он уже распускается вот смотрите такие бутоны у него шикарные так и ручка которая идет не переставая тоже есть у меня ролик тоже вся на бутонах вот наш там бутончики есть вот если видите сейчас наверное вот с той стороны осталось такое пожелтение листиков но вот сейчас они уже все становятся зелененькие была она вся такая вот я обработала ферлина обработала фальконом потом двадцать 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 плентофолом и с бионом и и провела под корень вообще из бион мне очень нравится он конечно такой мощный стимулятор если вы хотите чтобы у вас черенок от лопаты пророста в принципе можно воспользоваться им но собственно говоря это все что пока растет в моем саду сирень уже очень много сирени отцвело очень быстро конечно еще очень неопрятный вид я постараюсь так вот я боролась с травой но мне самое главное чтобы мои розочки были здоровы прежде всего потому что за всем не успеешь я человек работающие отсутствующие практически по 12 часов это мои гортензии все которые были черенкованные и вот так вот не у меня растут вот это в прошлом году я просто ее так скажем воткнула и на вот так вот у меня прижилась и даже зимы призимовал эту это вот котовник который будет цвести не переставая не очень замечательный запах если кто-то хочет бордюром я вот его буду рассаживать следующей весной но он был посажен прошлой весной и вот смотрите как он нарастает шикарно вообще запах бесподобный пчел здесь очень много это вот посаженная розочка у нас здесь сейчас я скажу как она называется и вот здесь это ножа вижу ангела анжела то есть тоже хорошо перезимовала она была посажена осенью так что всем хороших посады посадок вновь роз это кстати порт санлайт который я бесщадно обрезала смотрите как он нарастил массу и сколько у него бутонов тоже англичанка красивый очень сорт такой персиковые это розариум ютерсон тоже вся на бутонах лишь там и переживала когда мне каркас сломался который укрывали розы ну что все нет он выжил все хорошо это тогда когда мы пригибаем свои розочки жасмина она мне еще молоденькая тоже вся на бутончиков так то всем всего доброго до свидания подписывайтесь сейчас как вот накоплю все свои видео обязательно выставлю и расскажу что-нибудь интересное покажу как мы сделали рабочий участок где у нас и розарий как у нас призывали розы водопад который мы строили тот кто следит за каналом увидят что все розочки вообще до единой практически все выжили вот и как они будут уже цвести в этом году и вот на этом же участке мы как раз разбивали цветник непрерывного цветения я расскажу какой там ассортимент мы сажали сажали делали высокие грядки для клубники сажали плодовые и делали посредине клумбы у нас там фонтан и вокруг фонтана у нас будут почвопокровки которые будут посажены прямо в чаши которые есть в бассейне вот в этом при этом фонтане я думаю будет очень красиво всем удачи всего доброго до свидания